Книга открытым оком. Вопросы по Святой Библии. Номер 365. Осия 3.4. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима. «Кто такие Терафимы?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это какие-то домашние боги, которых, по-видимому, израильтяли наследовали своих арамейских пруотцов. Когда Рахиль за своим семейством оставил дом отца, то она похитила его Терафимов», написано. Бытие, 31 глава, 19-30-34 стих. «И когда он нагнал их и стал обыскивать, то она спрятала Терафимов под верблюжье седло. Эти истуканы, следовательно, не были так велики, как тот Терафим, который находился у Милхалы, дочери Саула, которая окутала его голову козьей шкурой и покрыла одеждой». 1 царство, 19 глава, 13-16 стих. Из книги Судей, 17 глава, 5-й стих и 18 глава, 5-й, 14-й стих видно, что Терафимов пользовались как своего рода оракулом, чтобы узнавать волю Божию. Иезекиилия, 21-22, 21-21, 1 царство, 15 глава, 23 стих, Захария, 10 глава, 22 стих. «Царь Осия, очищая царство иудейское от всякого чародейства и долопоклонства, не пощадила Терафимов». 4 царство, 23 глава, 4 стих. Библейский словарь Эрика Нюстрема, Торонто, Канада, 1987 год. Продолжение следует...